Друзья, всем привет! У меня прекрасная и радостная новость, я наконец-то в отпуске. Вот, пью за ваше здоровье. Такой вот простенький бутер. Короче, летим мы в Испанию. Короче, летим мы в Испанию, в компании Победа. И там, к сожалению, не кормят. Блин, я сказал в Испанию, мы летим в Италию. Конечно, нам сегодня Рикардо подложил свинью, итальянец. Вот, мы заказываем обычные номера в Booking.com. Они тоже, конечно, подложили свинью. Тем, что, в общем, у нас, короче, повторно списали 500 с лишним евро за прерывание гостиницы. Мы, конечно, в шоке. То есть, ну, конечно, это с кредитной карты списали. Почему в Сбербанке нет подтверждения действий, я совершенно не понимаю. По этому поводу будет отдельное видео, разоблачение Booking.com. Вот, и, ну, вы увидели карты, да? Я его увижу завтра, потому что я завтра улетаю в Италию. Вот, и вы увидите Рикардо, и, ну, историю Booking.com. Там будут телефонные переговоры, как бы, взаимные упреки и так далее. Вот. Сбербанк, конечно, тоже косячник еще тот. Потому что у жены, к сожалению, есть кредитная карта. Но нету подтверждения. Ну, я параллельно буду делать бутеры, потому что мы летим компанией «Уральские авиалинии», и там не кормят. В принципе, перелет небольшой, но все равно мы можем проголодаться. Кстати, вот эта продукция. А так, это каждый день, да? Ну, заодно сейчас и протестируем это. Я не знаю, как там делаем, и в тупе тесты этого. Вот. Значит, да, в Сбербанке нету подтверждения платежей. Почему-то у моей жены. Кредитная карта с лимитом большим. Достаточно. То есть, 500 с лишним евро списали только в путь. Вот. И, короче, ну, конечно, они все говорят пяткой в грудь бьют, то, что они вернут эти деньги. Но, блин, у меня настроение, я и так, ну, у меня действительно, ну, как бы, я устаю на работе. Я работаю с полной отдачей и устаю. Я хочу отдыхать. Ну, блин, они мне помешали, короче, отдыхать. Вот. Конкретно. Поэтому в ближайшие дни будут ролики об Италии. Ну, вот, будут ролики Айкардо. Это уже потом, после моего приезда. Потому что, мало ли, я не знаю, итальянскую полику. Кстати, вот сейчас затестируем. Это колбаса Атак. Ашан. О, Атак, да? Мелко еще написано. Да, ОМПК. Не знаю. Ну, а, колбаса. Я думаю, весь самолет нам завидует. Почему брали столько копченую колбасу самолет? Вот это... И почему в компании Победы не кормят? Я вам очень просто объясню. Потому что у нас самые дешевые билеты. Может быть... Ой, не Победа, я боялась в Уральске. А вернее. Может быть, там кормят? Просто мы заказали без кормежки, чтобы сэкономить. Ну, как бы, мы живем небогато. Но любим с женой путешествовать, пока не пенсионеры. Это... Иностранные пенсионеры могут себе позволить путешествовать. Русские будущие пенсионеры вообще не думают о пенсии. Потому что пенсионный раз... Пенсионный возраст у нас повысили один раз. Я думаю, что повысит. Ну... Это колбаса броншвейская. Бронш штатская. Прошу прощения. Похожа на броншвейскую. Тоже она хорошо сохраняется. Вкусная колбаса. Шуховатая. Я думаю, завтра будет плакать весь самолет. Даже те, кто заплатил за обеды. Кто, что летал в самолёты, знает какие там обеды. Никакой колбасы там нет. Там какая-то убогая пища. Убогих контейнеров. И по сравнению с этим, вот эта колбаса будет выглядеть космически. Вот. Так что вот так. Я думаю, это видео я сейчас залью. Пускай вы меня там будете ругать за то, что это вообще не в тему. Но... Дальше будет интереснее. Я надеюсь, я расскажу о... О букинге. Букинг это хороший сайт, в принципе. Да, он гарантирует какую-то честность. Ну, я вообще, честно говоря, не пользуюсь. Моя ж знаю, он постоянно бронирует через букинг. Ну, даже в Крым, там, куда угодно. Вот. Но в Крыму часто сталкивалось с тем, что люди не хотят сдавать по такой цене. Ну, в Испании люди честные оказались. Там никаких проблем не было. Вот. У Талии вот это двойное списание. Букинг.ком вроде бы хочет помочь, но их участие, оно как бы не очень сильное. Сильное, а они такие нерасторопные ребята. У них есть регуарент и какие-то неправильные процедуры по списанию. То есть, там получилось так, что люди... Списывал с нас деньги именно представитель жилплощади. То есть, они дали ему, получается, номер карты и ЦВС-код. И он спокойно списал. Я считаю, это неправильно. Ну, как бы, представьте, у вас украли 528 евро. 528 евро. Очень неприятно. Все, всем пока. Спасибо за внимание. Я готов к завтрашней поездке. Удачи! Спасибо за внимание.